Добрый день, уважаемые зрители! Тоже этот вопрос регулярно приходит. И вот именно в такой формулировке. Стоит ли сейчас идти в 1С? И у меня есть целый лист довольно жесткий о том, что я считаю, что на тот момент не стоило. Тем более я говорил, что сама формулировка идти в 1С ну, несколько странно. Идти работать в компанию 1С? Идти работать с Hecicum 1С? Идти внедрять конфигурации 1С? Это не одно и то же все. Что я скажу на текущий момент? Если вы хотите работать в большом IT, в котором есть тестирование, в котором есть бизнес-анализ, системный анализ, проектирование, и это есть практически в любой компании и более-менее адекватной IT-команде, и скорее надо найти суметь ситуацию, где все по-другому, да, какой-то стартап из двух человек. то вам лучше не ходить. Я бы говорил не в 1С, а в автоматизацию, в цифровизацию бизнес-процессов реального бизнеса. Вам не стоит идти именно во внедрение, да, то есть в изменение информационных систем, в которых работают сотрудники, перестройку процессов менеджмента, принятие решений туда. Стоит ли идти в продуктовую разработку в 1С? Если вы хотите пойти в команду, в компанию, в которой есть всю фазу и принципы управления, которые существуют в классическом IT, то на текущий момент, с учетом того, как откорректировались зарплаты, если вы не можете изучить английский и джаву, да, да, в отличие от прошлого видео, да, сейчас вполне можно получать от 100 до 200 тысяч, я не говорю фантастологические цифры, да, в прошлом видео про премии и бонусы я рассказывал о том, откуда берутся в объявлениях цифры, в том, что 1С может получать вагон денег, за исключением каких-то отдельных компаний. Можете? Можете. Но, все равно, я ставлю в приоритете те языки программирования в тандеме с английским языком, которые позволяют работать в, скажем так, масштабах всей планеты, брать заказы по всей планете, быть на рынке IT всей планеты и, собственно, позволяют быть мегавстрелами. Да, 1С есть за границей, но масштабы, например, по сравнению с джавой или питоном, они просто не сопоставимы. И да, еще раз, джава, питон, голланд или голланд, и то, и то встречал, и это все языки. Нужно говорить, да, и понимать, что куда я иду. В мобильную разработку, веб-разработку, в Data Science, в VR, в AR, в, собственно, цифровизацию бизнеса, да, опять же, на том же САПе, на, как бы, Microsoft Dynamics, на платформе 1С, да, я буду кем методологом 1С ERP, что является моей целью, да, стать методологом 1С ERP. Вы не сможете стать системным аналитиком 1С ERP, потому что, как таковой отдельной роли, это нет такой. Есть, вот, один основной, есть роль аналитик-консультанта, он, наверное, позиционирует вторую линию, как третью, это неправильно, да, я ввел роль методолога, то есть бизнес-аналитика, системного аналитика, консультанта универсала по программному продукту и малого ERP-шника, вот, как третий лень. Но, опять же, в большом IT есть очень четкое разграничение ролей, вы можете уносить, зайти на сайт Skillbox и прочитать, да, хотя бы название курсов, там все становится понятно, можете зайти на сайт Geekbrains, их конкурента, почитать название курсов, и у вас все становится понятно. Да, на текущий момент 1С перестала быть хуже всех, как она была, но, по-прежнему, по-прежнему, если у вас есть реальная возможность и желание путешествовать по миру, то лучше изучить там пару технологий, то есть вверх, например, разработку и мобильную разработку и путешествовать по миру. Бывайте там работать в других странах и так далее. Если вам комфортно в России, если вы хотите работать без автоматизации складского учета, если вы хотите работать с себестоимостью, с тем, что я рассказываю на канале, добро пожаловать в 1С. Спасибо за внимание. Надеюсь, я ответил всем, кто задает этот вопрос.